Привет, интернет! С вами Илья, это наши игры День и новости мобильных игр. Сегодня мы рассмотрим всё самое интересное из мобильного гейминга за эти несколько дней, так что по традиции усаживайтесь поудобнее, запаситесь чайком и давайте начнём. Поехали! Ну и вначале я хочу рассказать о смартфоне, с помощью которого я и снимаю все свои обзоры. Это смартфон Red Magic 5S от ZTE. И сразу скажу, это ультимативное отличное решение для мобильного геймера. Смартфон обладает шикарным экраном в 144 Гц, а также встроенными сенсорными триггерами. На самом деле, всё это в совокупности делает смартфон мега классным для гейминга, и это просто самим нужно попробовать. Тут имеется 5G, так что со связью проблем не будет, и играть можно где угодно. По процессору тоже, конечно же, всё на высоте. Идёт мощнейший Snapdragon 865, плюс графический процессор Adreno 650G. При этом, даже в тяжёлых играх смартфон не греется, ведь здесь идёт система жидкостного охлаждения с турбонадувом. Я до этого такого просто не встречал. Тут реально встроен кулер, который отлично справляется со своей задачей. Тут скорость срочения до 15 тысяч оборотов в минуту, и идёт увеличение объёма прокачиваемого воздуха до 30%. Так что, в плане охлаждения всё на высшем уровне. На самом деле, и по звуку тоже всё отлично. Тут двойные стереодинамики, которые обеспечивают шикарное звучание просто в любой игре. Короче, это реально ультра-классное решение для геймеров с красивым таким дизайном, так что обязательно рекомендую посмотреть. И ссылку оставил в описании. Ну что ж, переходим к играм. И первая игра на сегодня это Mystic Pile. Русс игра стала временно бесплатной, так что, ребята, налетаем. Это сочетание интересных глумок и увлекательного сюжета, который подарит нам уникальные впечатления от игры. Играем в роли таинственного странника, чего путешествие по миру проводит вас в царство Земли. Здесь мы решаем проблему засухи, пройдившую некогда процветающее королевство Зампии, решая глумки и разрушая волшебные колонны, блокирующие воду. Красавут Мобайл появилась в предрегистрации на этот PvP-экшен. Безумный мир постапокалипсиса превратился в огромное поле для сражений. Здесь бесстрашные рейдеры на смертоносных бронемашинах сражаются за ресурсы между собой. Создаем своего железного монстра и превращаем соперников в пыль. Винкс Пэн, необычная карточная игра про птиц и спокойствие для наших с вами яблочных девайсов. Мы берем на себя роль смотрителя заповедника, где живут множество видов птиц. Природный заповедник состоит из трех биомов. Это лес, заболоченное место, а также паспище. Винкс Пэн придерживает кооперативный режим до пяти человек, ну а в качестве главных особенностей указывается открытие и привлечение лучших птиц. В Китае вышла гоночная игрушка Ace Racer от компании NetEasy Games. Это гоночная игра, которую запустили в Китае и игру уже можно опробовать. На самом деле это отличнейшие гонки в стиле того же асфальта, но более так скажем современные, так что попробовать стоит. Приключение Overboard портировали на Android. Это нарисованное приключение, где нам нужно будет выкинуть за борт своего мужа, а потом расправиться со свидетелями и избавиться от всех хулик. Тут в общем-то полно всего интересного и нам нужно сделать так, чтобы у нас было хорошее алиби и чтобы нас никто не заподозрил. В Азии стартовало закрытое водо-тестирование игрушки The Lost Memories по мотивам вселенной Ragnarok. Это мобильная RPG по франшизе Ragnarok и игрушка выглядит на уровне той же Nintendo 3DS. В общем-то игра отличная, так что любителям жанра должно быть интересно. Диалоги тут не озвучены и катсцены сделаны на движке игры, но а битвы такие вот полуавтоматические. Вышел патч 2.0 для игрушки Genshin Impact. В самой Genshin завезли патч, который добавил в игру Архипелаг и Надзому. Стилистика здесь японская, ну а квест связан с путешествиями между островами. Для участия в новых ивентах и квестах требуется уровень выше 30-го, а также выполнение заданий мира. Помимо этого в игре появился новый персонаж, это пятизвездочная Камисата Аяка. В Stand Up 2 стартовал новый сезон. В общем-то давайте быстренько пробежимся по обновлениям в этой игрушке. В игре появился голосовой чат, а также новый рейтинговый режим Союзники, где можно играть 2 на 2. Также появился сезонный режим Штурм, где террористы пытаются взломать секретные архивы и украсть их. Ну а спецназу необходимо установить контроль над территорией и предотвратить утечку данных. Также в игре появились новые локации. Первая из них это Сакура, это новая большая карта, где можно будет сражаться. Вторая карта это Хиноширо, это место действия режима Штурм, на котором мы тоже можем поиграть. Помимо этого появились также новые снаряжения, появилась новая штурмовая винтовка М4А1, пулемет М60, а также нож штат. А также появились новые фракции. Первая это подразделение САВ против синдиката Коготь Дракона. В общем-то противостояние интересное, но и обновление 0.16 уже доступно на всех платформах. Хардбокс, отличная игрушка-головка для наших с вами мобилок. В игре постоянно идут конкурсы и различные события, так что ребята, подключаемся. В общем-то это игра, где мы поможем симпатичному кубическому роботу преодолеть множество сложных уровней. Тут есть как сюжетные уровни с различными кат-сценами, так и можно создавать свои и играть на уровнях других. Пользователи игрушка отличная, так что ребята, тоже пробуем. Так, ну и последнее на сегодня, это рекомендация мобильного сампа, я советую сервер, Мордор Ролплей, на котором сам активно играю. Приключайся к нам, ссылочка будет в описании, выполняй различные квесты, стань самым богатым и влиятельным на сервере и просто порази этот виртуальный мир. Короче, давайте присоединяйтесь. Ну что ж ребята, это наш выпуск на сегодня подходит к концу и как обычно я жду от вас лайки, комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так у микрофона был как всегда Илья и скоро мы вновь увидимся. До встречи. Пока.